Всех поставят на учет в Кировской области одними из первых в стране вводят обязательную регистрацию домашних животных. Как будет работать закон и что изменится в жизни владельцев кошек и собак. Об этом я не только расскажу в ближайшие минуты. Вы смотрите «Давича». Меня зовут Дмитрий Ежитарчук. Здравствуйте. БУ недорого. В Кирове попытались продать скейт-площадку, которая была установлена в парке у цирка. Что говорят по этому поводу в администрации города. Будет где укрыться, вместо умной остановки, которую так долго обещали кировчанам, на улице Ленина появится простая стеклянно-металлическая конструкция. Когда установят павильон. Все заросло травой. Кировчане возмущены. Уткин парк пришел в запустение. Почему общественный проект, на который собирали деньги, встал на паузу. И что говорят по этому поводу активисты и власти. В Москве снова обсуждают, надо ли возвращать перевод часов на летнее и зимнее время. Правда, мнения разошлись. Кто выступает за, а кто против. Пакуют чемоданы. В музее Салтыкова-Щедрина сегодня переполох. Экспозиция переезжает в Краеведческий музей. Сотрудники рассказали, что случилось и долго ли вещи из музейной коллекции будут храниться в другом месте. В Кирове пытались незаконно продать скейт-площадку. Объявление было размещено на популярной интернет-платформе. Конструкция раньше располагалась в парке имени Кирова. В этом году ее демонтировали, а на этом месте начали оборудовать современную спортивную зону. В администрации города попытки незаконной сделки знают, сумма, за которую пытались продать элементы, не называется. Но в Управлении по делам молодежи, физкультуре и спорту сообщили, что старый комплекс «Экстримпарка» находится на балансе молодежных клубов-перекресток. По словам начальника управления Матвея Машковцева, элементы скейт-площадки находятся в аварийном состоянии. Их должны утилизировать, но сделать это может только подрядчик, с которым будет заключен договор. Ни о какой продаже элементов не может быть и речи. Это незаконно, отметили в мэрии. Сведения будут переданы в правоохранительные органы для проверки. Не умные, а обычные городские власти все-таки решили установить павильон на остановке Трифонов монастырь. Кировчане неоднократно жаловались уже больше года на то месте, что приходится ждать общественный транспорт на открытой площадке под дождем и ветром. В 2022 году старую конструкцию снесли, а на ее месте планировали возвести современный павильон. Горожанам обещали целый комплекс с помещениями закрытого и открытого типа, в котором можно провести время с комфортом и зарядить телефон. На эти цели из городского бюджета было выделено более 3,5 миллионов рублей. Однако ни умного, ни простого павильона на остановке так и не появилось. В августе дело дошло до суда. По требованию прокуратуры суд обязал администрацию оборудовать остановку. От дорогостоящей конструкции власти решили отказаться. До начала октября на остановке будет установлен обычный стеклянный павильон с металлическим каркасом. Тем временем тротуары на улице Попова отремонтируют даже раньше срока. Ранее глава администрации сообщил, что жители завалили жалобами мэрию. Сроки работ пришлось скорректировать. Благоустройство пешеходных зон на улице Ивана Попова от Воровского до Щерса ведется в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды. В компании «Гордармострой», которая является подрядчиком, отметили, что пешеходные зоны будут обустроены с четной и нечетной стороны улицы. Сейчас бригада работает на участке от Воровского до Калинина. На части объекта уже уложен новый асфальт. На остальных участках завершается установка поребриков и бордюров, а также готовится основание под асфальтирование. В понедельник на планерке губернатора глава администрации Вячеслав Симаков пообещал, что ремонт тротуаров будет завершен в середине сентября. Конкретно по улице Попова заключен муниципальный контракт с реализацией всего объема работ до 30.06.2024 года. Но генеральный подрядчик взял на себя обязательство выполнить эти работы в текущем году. Единственное, что действительно это вызвало неудобство для населения, потому что сначала подрядчик, как говорят жители, взорвал все тротуары на протяжении от улицы Щерса до Попова. Значит, на сегодня уже выполнено 82% всего объема работ. Мусор, света нет, все заросло травой, так пишут кировчане в соцсетях Будкин парке. Горожане возмущаются состоянием территории. Три года назад неравнодушные кировчане создали общественное пространство. По проекту берег реки Люченки должен стать уголком для семейного отдыха. В каком состоянии сквер и кто за него отвечает, выяснял Александр Бушмакин. Горожане отдыхают на скамейках, мамы гуляют с детьми и наблюдают за утками в Уткин парке. Кажется, такую гармонию ничего не может нарушить. Однако в социальных сетях кировчане жалуются на состояние пространства. Мол, никто не следит за сквером. Бардак, говорит кировчанка Галина Щербак. Света нет там, там потемки. Молодежь собирается, ходит сюда, ну жду. Кто сюда бегает к нам. В общем, сидят парочками, сидят всякое разное. Напьются и нет ни одного мусорного бака. История этого общественного пространства началась в 2020 году. Тогда активисты города объединились и решили облагородить территорию в районе перекрестка улиц Романа Ердякова и Московской. Администрация города пошла навстречу и передала земельный участок в пользование частной компанией. Инициативные горожане расчистили русло люльчинки, вывезли порядка восьми камазов мусора, вырубили сырники. Постепенно стали появляться дорожки, тротуары и даже сцена. На воплощение своих задумок деньги собирали, что называется, всем миром. Но построить мало. Нужно пространство содержать. В администрации пояснили, этим должны заниматься пользователи участка. И ведь содержат, насколько могут. То, что за парком никто не следит, это неправда. Ну, это ложь, потому что мы здесь периодически устраиваем субботники за лето. Это происходит несколько раз. То, что нет урн, это вообще мой любимый вопрос. Их действительно нет. То есть мы их не ставим, потому что, ну, кто их будет убирать? Парк строится на общественные деньги. Кто их будет выносить? И это не единственная трудность, с которой столкнулись активисты. Хорошее дело нужно и юридически правильно оформить. Участок взят под благоустройство. Это значит убрать мусор и подстричь газон. А вот деревянные дорожки – это уже строительство. Надо все узаконить, говорит Лев Бакштаев. Координаторы проекта уже работают в этом направлении. В свою очередь, в мэрии откликнулись помочь и в оформлении документов, и в обслуживании парка. Мы уже направили предложение на встречу с землепользователем в данный момент этого участка с целью, чтобы помочь им разобраться в ситуации. Одним из предложений будет уменьшение части участка, который им передан, чтобы другую часть участка администрация могла взять на себя и запустить в очистку и направить средства на данный участок. Как рассказали активисты, парк будет развиваться. Уже установили светильники. Скоро их подключат. Также общественники готовы доделать амфитеатр. Уже идут работы по подготовке хоккейной коробки к зимнему сезону. В администрации, в свою очередь, готовы детально обсудить проект и учесть мнение и активистов, и местных жителей. Александр Бушмакин, Александр Нестеров. Беронова Стеиддавич. Законопроект о переходе на летнее время будет рассматриваться в профильном комитете Госдумы, даже несмотря на отрицательный отзыв Кабинета министров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Михаила Матвеева. Проект о возврате перехода на летнее время был внесен в Госдуму в июне. Авторы проекта намеревались восстановить переход на летнее и зимнее время в целях рационального использования светлого времени суток. Переводить стрелки часов было предложено в последнее воскресенье марта на один час вперед и в последнее воскресенье октября на один час назад. По словам депутата, до марта Дума должна определиться с данным законопроектом, станет ли он законом или нет. Ранее стало известно о том, что правительство эту идею не одобрило. В заключении Кабмина говорится, что в проекте закона отсутствует информация об ожидаемом социально-экономическом эффекте. И напомню, что переход на летнее и зимнее время был отменен в России в 2011 году. А у них она уже есть, другие о ней только мечтают. Россия не рассказали о своей финансовой подушке. А если она у жителей Кирова, об этом и не только. Во второй части выпуска не переключайтесь. Это «Давича» и мы продолжаем. Содержать питомцев нужно по-новому. Правительство области опубликовало изменения в правила содержания и защиты домашних животных. Теперь своих любимцев нужно регистрировать. О том, как проходят процедуры регистрации и какие новшества ждут владельцев домашних животных, поговорим с заместителем начальника отдела государственного надзора в области обращения с животными управления ветеринарией Кировской области Татьяной Виноградовой. Добрый вечер. Добрый вечер. Татьяна Александровна, для чего нужны все эти правила? Для чего их разрабатывали? Правила в целом, конечно же, разработаны для того, чтобы надлежащим образом содержать наших питомцев, наших любимцев, чтобы жизнь у них была долгая и спокойная, хорошая, но и, конечно же, чтобы защитить их. Поэтому и правила называются «содержание и защита». Потому что нам иногда кажется, что у нас животные не самостоятельные, могут сами гулять, могут сами пропитание найти, но это далеко не правда. Потому что чем больше у нас человек оставляет следов жизнедеятельности на этой планете, тем больше страдают у нас в том числе и уже животные, которые, в принципе, живут с нами давно-давно, бок о бок. Поэтому правила нужны. Регистрация. Что это такое? Как это будет на практике? Регистрация. Как это должно быть? Регистрация. Регистрация – это не новый вид у нас мероприятия. Этот вид у нас был еще и в советские времена. И когда с 2020 года у нас вступили в силу изменения, которые внес закон об ответственном обращении с животными, когда у нас вышел новый вид надзора, это надзор в сфере обращения с животными, мы, конечно же, снова уже издали поднадзорный нормативный правовой акт на уровне Кировской области, где включили этот пункт. Пункт, он совершенно необходим. Почему? Потому что у нас эти регистрации животных направлены, опять же, на их защиту. Для того, чтобы Государственная ветеринарная служба знала и планировала проведение своих мероприятий. Для того, чтобы все наши владельцы были обеспечены бесплатной вакциной от бешенства. Естественно, нам нужно планировать мероприятие и заказывать определенное количество вакцины. Для того, чтобы, если животное потеряется, любой гражданин мог обратиться в учреждение ветеринарии, и этому животному потом быстренько могли найти его владельцы и его дом. То есть это все-таки, прежде всего, направлено на защиту самих животных и на то, чтобы у нас граждане, если вдруг случится ситуация, могли вовремя обрести обратно дом своего питомца. Это касается в основном кошек и собак? Это касается пока только кошек и собак. Маркирование и регистрация сельскохозяйственных животных, они определены в законе ветеринарии. То есть закон об ответственном обращении с животными исключают оттуда сельскохозяйственных животных, диких животных, зоопарковых, цирковых. Поэтому у нас именно прописаны отношения домашних животных, тех, которые у нас живут с нами кошки и собаки. Вот у меня есть информация, что регистрация проводится в отношении животных с маркировкой. Что это за маркировка? Маркирование, да. Маркирование, да. Ну, животные, естественно, у нас они все очень похожи. Поэтому если мама черного масти, папа черной масти, я думаю, щенки, котята тоже будут черной масти, и отыщить их крайне сложно. Поэтому у нас на каждом животном должна быть маркировка, как вы говорите, маркирование, то есть какой-то идентифицирующий их признак. Что это может быть? Это может быть, как мы говорим, самый гуманный метод – это щипирование. То есть когда вводится под кожу такое рисовое маленькое зернышко, которое содержит уникальный набор цифр. И по этому набору цифр можно считать все данные об этом питомце. Это может быть бирочка, это может быть какой-то жетон на ошейнике, это может быть татуирование, то есть как делают, например, породистым животным. То есть любой метод, который на сегодняшний день выберет владелец, он приемлем, но он должен быть в обязательном порядке. У нас есть мнение по этому поводу общественного инспектора в области обращения с животными Надежды Смирновой. Давайте посмотрим. Маркирование может быть именно неснимаемое маркирование, то есть это или клеймо, или чип. Но клеймо у нас по практике смывается, размывается, не читается. Потом у нас не определено, каким образом это клеймо, что должно оно иметь в своем тексте. Если это клеймо, и на нем будет написано «жучка», ну что, ну жучка, клеймо есть, есть, маркирование есть, есть, а что оно дает? Жучка. Так, и еще один в завершении вопрос. Кто будет следить за этой регистрацией, да и будут ли какие-то санкции применяться тем, кто не зарегистрировал своего питомца? За регистрацией у нас, конечно же, будут следить сами владельцы. Я думаю, что это в первую очередь им в плюс. Во-вторых, у нас убирается такое требование, как ежегодная перерегистрация. Но вводится требование снятия с регистрационного учета животного в связи с его выбытием по тем или иным причинам. Конечно, если к нам поступит материал какой-то с жалобой, с обращением, и животное будет не зарегистрировано, мы в последующем, после вступления в силу с 1 марта 2024 года вот этих изменений, будем уже говорить о том, что необходимо применять какие-то санкции к тем владельцам, которые не исполняют требования. Спасибо вам, что пришли, ответили на вопросы. Пожалуйста. Но мы продолжаем. Успеть до холодов. Компания «Т-Плюс» в этом году проводит масштабную реконструкцию теплосетей. В городе в межотопительный сезон было организовано большое количество раскопок. О том, почему так много участков было задействовано в ремонте, и успеет ли компания реализовать программу реконструкции полностью, наш следующий сюжет. Представители компании «Т-Плюс» встретились с главой администрации города Филармонии. Вместе они подвели промежуточные итоги сезона реконструкции. Помимо запланированных объектов, в программу были включены и новые. Среди них – участок перед зданием Кировской областной филармонии. Данный объект был включен в программу в связи с дальнейшим благоустройством территории к юбилею города. Теплосеть перекладывают без ограничений для потребителей. Мы обратились к компании «Т-Плюс» с вопросом по объединению двух магистральных сетей. То есть у нас, кроме того, что здесь проходят коммуникации, ещё одна из веток проходит по территории Гагаринского парка. Компания «Т-Плюс» пошла навстречу. И вот о том, о чём сказали, что перекладывают на больший диаметр. То есть в дальнейшем та ветвь будет задушена, и уже не будет действовать. И мы спокойно будем проводить благоустроительные работы. По словам руководства «Т-Плюс», работы по улице Преображенской также внеплановые. Теплосети должны были восстанавливать в следующий межотопительный сезон. Но в 2024 году город будет отмечать юбилей. И компания решила провести замену трубопроводов заранее. Сергей Береснев отмечает, несмотря на дополнительные объекты, работы в трубной части планируют завершить в срок. Но компания готова и к другому развитию сюжета. Даже уже сейчас мы при реконструкциях делаем в обязательном порядке временные линии для того, чтобы дома не почувствовали нашу реконструкцию. И по этим временным линиям есть возможность подавать не только горячую воду, но и отопление. Так что мы здесь с двойным резервированием подходим к началу тупительного сезона. На участке рядом с улицы Карла Маркса работы по благоустройству уже завершены. Благодаря обновлению теплосетей, аварийных ситуаций в зимний период все меньше, отмечают специалисты. На данный момент в Кирове отремонтировано 40 километров трубопроводов. Это составляет около 80% от объема программы реконструкции на этот год. Монтаж всех труб планируют завершить к 15 сентября. Екатерина Дворникова, Алексей Зырянов, Бюро новостей Давича. 57% россиян имеют или планируют создать финансовую подушку. Результаты исследования публикуют известия. Большинство ответивших на вопросы людей считают, что размер финансовой подушки должен превышать 1 миллион рублей. Для 22% респондентов комфортный уровень накоплений от 501 тысячи до миллиона рублей. Для 17% от 301 до 500 тысяч. Только для 7% россиян достаточно суммы до 100 тысяч рублей. Большинство опрошенных, у кого уже есть сбережения, считают, что этих денег хватит на 3-4 месяца без получения дохода. 24% накопили так, что смогут прожить без работы более одного года. 18% только 5-6 месяцев. А если у кировчан финансовая подушка? Такой опрос мы запустили в группе 9КТВ Киров ВКонтакте. Подведем итог. Итак, у 31% респондентов есть финансовая подушка безопасности, но ее хватит ненадолго. 25% имеют сбережения и их достаточно. У 16% есть немного денег на черный день. Сколько должно быть сбережений и нужна ли финансовая подушка? Ответы в рубрике «Мобильный опрос». На будущее, потому что всякое может произойти. Да даже в отношениях очень нужна эта подушка безопасности, потому что бывают люди не сошлись с характерами, ты остаешься у разбитого корыта, поэтому, считаю, надо. А сколько вот должно быть? Ну, на сколько месяцев? Мне кажется, наверное, на 1 год. А какая сумма? Если женщина, то это одна сумма, да, получается. Если мужчина, то другая. Ну, хотелось бы как-то откладывать, чтобы на месяц точно хватало. Ну, если есть, из чего, наверное, нужна. Ну, чтобы на какую-то поездку съездить внезапно или что-то купить. Вдруг что-то сломалось, там надо что-то купить. А какая оптимальная сумма, вот, чтобы было отложено? Ну, 100 рублей, тысячу. 100 тысяч? Да, да. Ну, покушать иногда, там, знаете, 100 рублей деревянных в месяц потратить, там, не знаю, в бочку поехать жить, еще что-нибудь в этом духе. Подушка безопасности нужна обязательно. Но, ну, кто знает, пойди, там, карантин, еще что, пойди, просто работать не сможешь. Ну, всякое бывает, действительно, если думать о вопросе, ну, хотя бы, чтобы на еду, оплату квартиры, жилья, хватило. Ну, не знаю, мне, как студенту, там, ну, если жилье оплачивать, тысячи 30 в месяц будет достаточно. Как правило, деньги складывают в разные, да, корзины, банк, капитализация в себя, своих детей, в недвижимость. Поэтому в наше турбулентное время обязательно нужна. Сколько должно быть денег? До миллионов пять. В доме музея Салтыкова-Щедрина спешно, но аккуратно упаковывают вещи. Им экспозицию готовят к приезду в главное здание краеведческого музея на улице Спаской. Дом-музей, которому уже 175 лет, скоро начнут реставрировать в рамках подготовки к юбилею Кирова. По словам сотрудников, в здании планируется замена всех коммуникаций, расширение прохода для маломобильных групп населения. Также специалисты приведут в порядок фасад здания. На эти цели выделено почти 23 миллиона рублей. Реконструкция должна завершиться до 1 декабря этого года. И тогда уже в отреставрированном доме музея Салтыкова-Щедрина посетители смогут увидеть обновленную экспозицию. Мы планируем небольшую переэкспозицию. Конечно, все основные экспонаты, связанные именно с жизнедеятельностью Салтыкова-Щедрина, будут сохранены. Но вообще кое-какие изменения обязательно нас ждут. Потому что все равно с современных позиций будем смотреть на музейную экспозицию. Ну и в том числе на жизнь Салтыкова-Щедрина, на результаты его деятельности, служебной ветки. А я напомню, оперативно следить за новостями можно также в наших социальных сетях. Пишите, присылайте видео, номер на ваших экранах. Прямо сейчас смотрите прогноз погоды. А у меня на этом все. В студии работал Дмитрий Шитарчук. Всего доброго. До свидания. Икра и рыба Камчатская снова в Кирове. На радость покупателям в здании кинотеатра Колизей вас ждут ароматные и вкусные чавыча, палтус, кижуч, более 35 видов рыбы. И, конечно, царская красная икра. Узнаем у посетителей, какой деликатес притягивает сюда кировчан больше всего. Кировчане берут, любят. Я люблю белорубицу. Очень. Как они приезжают, я всегда прихожу. Мы живем рядом и очень ждали, когда откроют в Колизее эту точку. И нравится рыба. Особенно белорубица мне, мужу, детям, внукам. Рыба, конечно, вкусная. Я это знаю. Я хабаровчанка. И выбор понятен. Эта рыба не выращена искусственно. Натуральная и свежая попадает на прилавок прямо с Камчатки самолетом. Никакой заморозки. Деликатесы коптят на опилках яблони, груши и вишни. А красная икра, слюнки текут. Натуральная, без консервантов. Ничего лишнего, только икра и соль. Можно купить побольше и заморозить. Растянуть удовольствие до следующей выставки. Здорово, когда вкус и польза соединились в любимых рыбных деликатесах. Минералы, витамины, омега-3, омега-6. Все это есть в рыбных блюдах. И так важно перед осенними холодами и сезоном простуд. Выставка продажи в Кирове запланирована лишь на несколько дней. Долгожданные морепродукты можно купить до субботы. По 9 сентября включительно. Новоровского 50В. Вход слева от кинотеатра Колизей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok